Девушки, которые столкнулись с онкологией Вера Данилидия Я считаю, что это героини нашего времени Это девочки, которые сделали практически невозможно Впитаться этой энергетикой, впитаться силой этого героя Или сексуальностью этого героя Это мой образ Петр подобрал то, что я хотела Макияж, прически, наряды За всем этим скрываются непростые судьбы девушек О которых мы сейчас узнаем Образ первой девушки уже готов И это образ врача Елены Малышевой Сейчас мой оператор покажет героиню И вы все сами поймете Елена, здравствуйте Такое совпадение И вы, Елена, и ваша героиня Ваш образ тоже Елена Совпадение или нет, будем сейчас выяснять Елена, расскажите, как вам вообще такой образ? Я знаю, что это был секрет, правильно? Очень неожиданный образ До последнего не могла понять Не могла даже ассоциировать себя с Еленой Малышевой Мне кажется, настолько далекий Мне казалось, этот образ настолько далекий Но сейчас посмотрела на себя Один в один Очень интересно, да Немножко располнившая Елена Малышева Но тем не менее Что лично вам дает вот такой опыт? Такое перевоплощение? Во-первых, это первый мой опыт перевоплощения Я никогда не знала, что так возможно Что так бывает Это очень много положительных эмоций Это что-то другое Это то, чего ты никогда в жизни не пробовал Чуть-чуть можно поделиться своей историей То, как вы преодолевали свои трудности С нашими телезрителями? Ну, о своем диагнозе я узнала в июле 2018 года Как, наверное, все считают Что это может произойти с кем угодно Но только не с ним, не с этим человеком Это может быть рядом, может быть кто угодно Но только не я А вот первые месяца полтора Это был шок Это было неприятие, наверное Ни болезни, ничего А затем мне очень помогла моя семья Мне очень помогли мои сотрудники на работе Елена, что нужно сделать в первую очередь Всем тем, кто столкнулся с этим страшным диагнозом? В первую очередь, до того, как столкнулся с этим диагнозом Я советую всем проверяться Как минимум раз в полгода ходить к врачам Полгода для женщин минимум А для того, кто столкнулся уже с этим диагнозом Самое главное, во-первых, не опускать руки Во-вторых, найти своего врача С оптимизмом смотреть в будущее Жизнь на диагнозе не заканчивается Это точно В студии Елена Малышева и программа «Жить здорово» В фотостудии сразу несколько тематических площадок На этой будем выяснять, чисто тут или грязно Все это не просто так Следующая наша героиня в образе Елены Летучей А вот и Лена Она же Марина Ну, для полного образа я вам верну все-таки ваши перчатки Елена, она же Марина, чисто здесь? Ну, вы знаете Закрывать не будем заведение Закрывать заведение не будем Мы над ним поработаем немножко Как вы сами оцениваете свой образ? Мне кажется, стопроцентное попадание, но как лично вам? Интересно, очень необычно, потому что я никогда не крашу губы красной помадой Для меня этот образ непривычен именно с помадой И еще плюс у меня не столько стервозности, как плетучи, к сожалению Но поискать грязь я сумею Мне кажется, я даже красивее чего Ну, может быть, просто чуть-чуть постарше А так, да Особенно вот в профиль Угу Класс Марина, когда вам поставили диагноз? О болезни я узнала в августе 2017 года В сентябре мне уже сделали первую операцию А закончилось мое лечение в июле 2018 года Ну, с этого дня я считаю себя здоровой Как вообще вы прошли весь этот путь? Знаете, когда меня спрашивали Как ты себя чувствуешь? Ну, что можно было ответить на вопрос Как ты себя чувствуешь, когда у тебя нет сил даже встать с постели? Тяжело Сказать, что не было страшно? Было страшно Сказать, что не было больно? Было очень больно Потому что постоянные вливания, операции несколько штук Это все действительно больно Это все по-живому Но сказать, что это было невыносимо Это было выносимо И на самом деле я сейчас об этом очень плохо помню Это вот как кто-то сравнил из девочек с родами Роды страшно, больно Но они так быстро забываются И остается только счастье от того, что ты имеешь ребенка Точно так же здесь Это все давным-давно у меня было В прошлой моей жизни В этой моей жизни этого нет Нету боли, нету страхов И я здорова Поэтому я не помню Честно, я не помню Организовали такой прекрасный проект Вот лично вам Что это дает, такое перевоплощение? Знаете, вот каждая девочка, наверное, с детства Ну, девочка, девочка, девочка всегда остается Но с детства она хочет побывать в сказке Когда вот она придет, ее переоденут Сделают что-то с волосами И в зеркале она, когда увидит себя, она не узнает Или узнает какого-то героя, персонажа Но это будет уже не она Таким образом, хоть чуть-чуть, на секундочку, на минуточку Ты попадаешь в чужую жизнь, в сказочную жизнь В героине, которой ты никогда не будешь И вот этот проект, он дает этот шанс Побывать в каждой женщине в новом, абсолютно кардинальном для себя образе Потому что, если бы вы видели, какая я в жизни И поставили бы меня рядом с летучей Ну, тогда только Петр Ливенполь мог увидеть соответствие Какой-то типажей и сделать для меня такой образ Чисто! Если бы не стилист Петр Ливенполь, таких звездных образов просто бы не было Петр, здравствуйте! Добрый день! Сразу хочется спросить Как вам удалось настолько точно попасть в образы? В чем секрет? Ну, смотрите Во-первых, мы заполняем анкеты Я им изначально за месяц всем участницам этого проекта Рассылаю всем анкеты И они отвечают на вопросы Плюс они прикладывают одну-две фотографии портретную в полный рост Когда я читаю их анкету У каждого же человека есть характер Заполнять и подбирать те слова, которые ему присущи И когда ты читаешь анкету, ты складываешь характер человека Потом ты смотришь на фотографию По мимике лица Понимаешь, какой он человек по жизни Счастливый, жизнерадостный Строгий, серьезный, деловой То есть ты начинаешь смотреть, смотреть, смотреть По его мимике лица, изучать И начинаешь по характеру анкеты По мимике лица Ты начинаешь собирать персонажей Из этих персонажей начинаешь смотреть, на кого больше он похож И в этот момент ты складываешь прям 100% попадание в цель И на самом деле эти образы не только стопроцентное попадание в цель, они очень помогают им в жизни Потому что вообще девиз проекта это особенная Это смысл в том, что дать возможность прожить сутки жизнь не свою, а жизнь другого человека Жизнь другого героя, впитаться этой энергетикой, впитаться силой этого героя Или сексуальностью этого героя Петр, ну например, давайте вот возьмем образ Наргиз Как удалось, почему именно Наргиз для этой девушки? Ну вообще изначально Наргиз это достаточно тяжелый артист С огромной судьбой, с огромным опытом, с огромной силой Потому что когда она выходит, конечно, на сцену, весь зал стоит Потому что, ну вот ее энергетике невозможно не встать Там безумно сильная энергетика Ну и плюс у него очень крутые тексты в песнях И человек, когда мы брали именно пятерку поп-артистов Я смотрел по их анкете, опять же смотрел по тому, как они подбирают Это человек, который очень замкнутый Он зажат в себе По мимике лица видно, что она все держит в себе Она очень строгая, очень суровая И вот хотелось как раз именно вот с помощью Наргиз Вытащить из нее вот как раз совершенно противоположные качества Силу, волю, свободу И дать именно характером Потому что вот эти огромные тяжелые украшения, которые подобраны Эта татуировка, которая на лице То есть вся вот эта сила Индии То есть это все же, вот это все когда воплощается И когда человек начинает, мы же подготовим Они же не видят себя, мы же разворачиваем к зеркалу в самом конце И когда они начинают видеть себя Мы включаем им музыку Во время того, как у них идет съемка И они проникаются на все 100% в этого героя Это очень помогает Татьяна, образ Наргиз, насколько это ваш образ? Это мой образ Петр подобрал то, что я хотела Мне нравится ее творчество Мне нравится все, что связано с ней Я ее слушаю И действительно то, что он подобрал Мое Это мое, я прочувствовала И он прочувствовал Мне это подходит А какие эмоции были, когда только первый раз узнали, что вы в этом образе будете? Я поняла, когда мне только начали рисовать, я уже поняла, это мое Я хотела этого Я когда писала свою историю для него И думала, что я хочу это Так и получилось Петр, ваша личная история Почему вы решили заниматься этим? Именно фотопроектом или вообще? И вообще фотопроектом? Вообще этому проекту уже 7 лет То есть я вообще в этой индустрии 7 лет 7 лет тому назад я узнал у своей мамы, что у нее рак И у мамы был в телефоне чат среди онкопациентов И они задавали все ей вопрос Спросил сына, как красить брови, как клеить ресницы, как подбирать парики И вот все это начиналось просто с советов Ну то есть я помогал маме, чтобы она отвечала им на советы А потом я говорю, давай проведем семинар Это было в моем городе Екатеринбурге Мы провели изначально первый семинар для них Потом прошли второй семинар Потом в Москве уже провели семинар для онкопациентов Как правильно выбирать парики Что парики это болванки, их нужно стричь Как клеить ресницы, когда у тебя нет ресницы Как рисовать брови правильно Что можно делать, что нельзя делать И ты начинаешь вникать во все это Начинаешь вникать в процедуры, которые можно для онкопациентов какие нельзя. Лариса, довольны ли вы результатом и эмоциями девушек? Такой положительный заряд, столько энергии, столько смеха. Все, что мы делаем, это как раз-таки для того, чтобы люди, которые увидят в дальнейшем фотопроект на выставках, они эти эмоции ощутили, получили и поняли, что рак не приговор, что нужно бороться, что все можно победить. Вот сейчас первый гастроли в Ростове-на-Дону, в следующем месяце мы едем в Нижний Новгород, и вот хотим еще 7 городов за лето, и вот сделать такой огромный проект, чтобы сделать потом огромную выставку и показать миру о том, что рак это не приговор. Петр, вы очень много общаетесь с девушками, которые столкнулись с онкологией, может быть можно было выделить что-нибудь одно среди них? Ой, конечно. Какие они? У них, наверное, самое сильное качество это смелость. Они все, во-первых, они смелость за то, что они уже все пришли к этому в этот проект, это уже смелость. Смелость о том, что они в принципе не повесили руки, а идут дальше. Смелость и сила, наверное, еще дополнительно, потому что только сильный человек сможет вообще сказать, нет, я хочу жить и я буду жить. Только сильный человек поймет о том, что это все ерунда и начнет это воспринимать. Именно этот диагноз, когда слышит человек, он должен просто понять в этот момент, что что-то он делал не так, что какая-то должна перейти переоценка ценностей вещей, и для того, чтобы просто пересмотреть какую-то свою жизнь, посмотреть отношение к своей жизни. Оно же только для этого дано вообще, на самом деле. То есть в этот момент нужно просто остановиться. Ну, к сожалению, в наше время просто всегда бежим, 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 и не понимаем, для чего мы бежим. А в этот момент, правда, нужно просто остановиться и понять, для чего тебе все это, зачем это все. Переоценить всю свою жизнь и просто начать ее с нового листа. Болезнь – это как испытание, наверное, каждому человеку дается не просто так. И то, каким лицом это испытание человек проходит, отражается на всей дальнейшей его жизни. И тот, кто выдерживает достойное это испытание, проходит его с улыбкой, проходит с высоко поднятой головой, даже если это голова лысая, и находит себя в этой жизни в новой, не складывает ручки, не ложится и не хоронит себя заранее. Я считаю, что это героини нашего времени. Это девочки, которые сделали практически невозможное. Победили рак. В области живет почти 367 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Для них до 2030 года продлили государственную программу Ростовской области «Доступная среда». По ней адаптируют социально значимые учреждения – школы, больницы, театры, спортивные комплексы. Больше полутора тысяч объектов уже стали доступнее для людей с особыми потребностями. Создание безбарьерной среды – приоритетная задача программы. Ее финансирование с 2019 по 2030 годы составляет больше 600 миллионов рублей. Мы находимся в Большелокском центре помощи детям. И сегодня мы продолжим знакомить вас с семьей Романовых. Вероника, ты самая старшая, можно сказать, глава семьи, поэтому начнем с тебя. Расскажи, что ты любишь, чем увлекаешься и как дела в школе? Да, мне 17 лет, я самая старшая из семьи. Я учусь в школе нехорошо, но так можно учиться. Люблю я заниматься с детьми, люблю играть, ну, разным шитьем, вязанием. Иногда занимаюсь спортом, это иногда. Вообще я хочу стать поваром, либо воспитателем, так как я со своими младшими братьями и сестрами провела все свое детство. Ну, как мама я была, или как старшая сестра. А так, вообще я хочу пойти на повара, научиться готовить хорошо. Хорошо, а вязание, что ты связала? Вязание, связание я здесь вязали мы носки, потом мы вязали разные шарфики и учились вязать крючком. Крючком мы сейчас продолжаем учиться с нашим воспитателем, и мне это нравится. Вот некоторые говорят, да, у тебя не получится. Я говорю, у меня все получится. Виталий, ну я уже поняла, что ты такой серьезный, грозный парень. Откуда такой характер? Я с таким родился. Тебе сейчас 16 лет, в каком классе ты учишься? Седьмой Б класс. Какие предметы нравятся, а какие не нравятся? Ну, таких предметов вообще не бывает, которые нравятся, не бывают. Все предметы важны для человека. Ведь как он издаст без этих предметов, этот экзамен, и как он получит аттестат. Сейчас я расскажу о своем младшем брате Саше. Пошли. Вот он, мой младший брат Саша. Любит всегда смотреть телевизор, любит играть конструктор, рисует хорошо. У него память очень отличная. Вероника мечтает стать поваром. А кем мечтаешь стать ты? Дальнобойщик. А почему такой повар? Мне понравилось это, когда мне было 9 лет. И у меня появилась эта мечта стать им. После того я стремлюсь, смотрю, как кто-то, например, другие взрослые люди ездят на грузовиках. Смотрю, какие грузовики, марки рассматриваю. Некоторые разы я даже собирал марки. Повар или воспитатель? Почему такой выбор? Ну, насколько я понимаю, повар – это квалификация, грузовикация, которая никогда не оставит без прибыли, без продуктов питания. И везде есть работа. Воспитатель тоже требуется и в детские дома, в детские садики. Ну, тоже интересная работа, с детьми занятия. Вероника, тебе исполнится вот уже скоро 18 лет, да, и начнется самостоятельная жизнь. А самые маленькие, они нуждаются в семье? Да, они нуждаются в семье. Для них самое главное – это чтобы их забрали хорошие люди, чтобы их воспитали. Чтобы они не ходили по разным детским домам. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. Для усыновления семьи Романовых обращайтесь в органы опеки и попечительства Оксая. По номеру на экране. Помните, что где-то рядом с отчаянием нас всегда ждет чудо. До встречи в эфире на телеканале Дон-24.